...праведливости в России. Иванова, Татьяна Ивановна. Сложность ситуации, в которой мы сейчас оказались, это, как всегда, выбор. Хочется, чтобы было лучше, но все мы боимся, что будет как всегда. Этому нас научили в нашей стране, потому что каждому определенному периоду, когда народ созревает и больше не готов терпеть происходящее в стране, подготавливают и взращивают новых лидеров, новые команды, которые активно выступают якобы за народ, но выбирать нам надо научиться и делать это жестко, ориентируясь на свои какие-то приоритеты и осознание того, что страна, страна русских, Россия, и русские в том числе, на грани. По одну сторону мы еще есть, по другую сторону истории нас уже нет. И там уже радостно хлопают в ладоши, наконец справились с этим русским народом. Вот не допустить этого, удержаться и восстать. Это наша с вами задача. Восстать не в смысле бежать куда-то и что-то захватывать, а своей силой и своей мощью добиться того, чтобы с нами считались и считались нашими потребностями. Какие же у нас потребности? Элементарные. Нас должно быть много. Много здоровых, сильных, умных, творческих людей, способных выполнить любую работу и думающих о своей стране, и развивающих, и укрепляющих ее. Вот это наша цель, задача и смысл жизни. Россия должна стать еще сильнее. А вместе с ней и мы должны стать еще сильнее. Это сделать сейчас, наверное, сложно. Надо просто подумать, что для этого нужно. Для этого, наверное, нужно, чтобы во власти были честные люди. Где их взять? Ну, наверное, не очень простая. Точнее, не очень простая, если ориентироваться на лозунги, на плакаты и на саморекламу. Но и не очень сложная задача, если посмотреть по судьбам, по делам людей, которые и тут могут прийти к власти. Но поскольку людям, русским, свойственна скромность, и не привыкли они выпячивать себя, то придется поискать этих людей. Поискать и поддержать. Я напомню, что 15-го числа в Верховном суде будет рассматриваться дело Хабарова. Ну, наверное, каждый честный человек знает, кто такой Хабаров. Знает, за что его судят. И просто он посчитает для себя возможным и нужным поддержать этого человека. Человека, который проливал кровь за Россию. Служил, а не прислуживал. Воспитывал воинов настоящих. И сейчас по наговору должен понести очень серьезное наказание. Его нужно защитить и помочь ему выйти на свободу. 15-го августа в Верховном суде будет заседание. В 11 часов приходите, у кого есть возможность поддержать его. Что еще нам сейчас очень-очень сложно. Уже у кого нет сомнения, что в стране производится замещение населения коренного русского, русских и коренных жителей России. Коренные жители России – это те самые народы, которые не имеют за пределами России своих государственно-национальных образований. Для которых русская земля, российская земля – это их единственное место жительства. Это их единственная родина. За Россию они готовы воевать, надеюсь, и отставить, и защищать свою землю, свою кровную землю. Все остальные – это гости или рабочие силы, которые приехали сюда по договору поработать, сделать дело, заработать деньги и уехать. А не проникать сюда незаконно, нелегально и любыми способами здесь цепляться и оставаться. Развращая своей покорностью, желание получить, заработать здесь деньги, развращая еще и чиновников. Мы с вами столкнулись с такой круговой порокой. Одним очень выгодно, чтобы у них были безмолвные рабы, которым можно платить, можно не платить, можно и убить просто-напросто. Но получить деньги. А другим выгодно дать взятку и промолчать, когда им заплатят чуть меньше, но заработать и жить здесь. Нам это с вами не нужно. Сейчас, по последним данным, в Москве в области задержана более, точнее, приостановлена деятельность около 10 тысяч предпринимателей и разных предприятий. 10 тысяч, да. Это люди, это хозяйственники хорошие, видимо, которые сознательно пошли на нарушение закона и строили свой бизнес на нарушение закона. Они прекратили свою деятельность из-за того, что у них в большинстве были нелегальные мигранты. Они брали их, зная, что тем самым они уйдут от налогов, платя взятки более высоким чиновникам и милиции, полиции, в том числе, которая закрывала на это глаза. Они не платили необходимые налоги, не платили за свет, за воду, за жительство и так далее, и так далее. Уходили от всевозможных выплат. 10 тысяч, вдумайтесь, сознательно шли на нарушение закона. Они лишали наших людей работы, чтобы не платить как следует. А потом будут говорить, ох, русские ленивы. Нет, русские на своей земле должны сами решать, какой должен быть порядок и как он должен быть устроен. Чем грозят толпы, орды, миллионы незаконных мигрантов, нелегальных мигрантов здесь у нас в России. И более того, мигранты, работающие на тех самых местах, на которых охотно работали бы русские и работали раньше, но которых вытеснили с этих мест. Я напомню пример из нашей истории. Для многих он, наверное, знаком. Читали по книгам и, наверное, в школе, может быть, проходили. И помните, что в революции 1917 года активно участвовали китайцы здесь, на центральной территории. В 2005 году в Питере пытались построить, возобновить китайский городок. Народ восстал, просто не позволил это сделать. Оказывается, там раньше был городок, район, в котором проживали китайцы. И именно эта группа людей стала основой корпуса китайских бойцов Красной Армии. 50 тысяч. 50 тысяч, которые выполняли самую кровавую работу, самые кровавые задания. Именно они вырезали 6 тысяч казаков вместе с детьми и стариками, выполняя задания. Их посылали туда, где боялись, что русские не будут этого делать. Там работали китайцы. И только в 1937 году их депортировали из СССР. Но с Китаем не спросили за эти нарушения, как не спросили из других бывших братских республик, которые в 90-е годы, после развала Советского Союза, уничтожали и вырезали русских. Мы этого простить не должны. Любой приезжающий в страну должен сначала, наверное, пройти своеобразный экзамен. Экзамен на лояльность его страны к России. Лояльна его страна к нам, к России, к русским или нет? Если этой лояльности нет, если в истории наших взаимоотношений есть геноцид русских, этих людей сюда, пока эти страны не ответили за все преступления, нельзя впускать. Мы должны понять, что для нас дороже всего это наши сограждане, это русские, это коренные народы России и России в целом. Это наша страна и те, кто ее выбрал своей единственной родиной, кто готов бороться за нее и проливать кровь за эту землю. Вот этих людей мы должны поддерживать, с этими людьми должны быть вместе. И стоять, защищать землю. Все остальные это проходящие. И этому еще раз учит история. Сейчас в Абхазии грандиозный скандал. В Абхазии, которую Россия спасла, Абхазия, которой Россия подарила независимость и отстояла ее в международном сообществе, одна против всех поддерживала Абхазию, сейчас отбирают квартиры у русских. Причем отбирают не сейчас, уже лет 10-15 их отбирают просто-напросто. Независимо от того, вышел человек на работу или уехал на несколько дней к родне, возвращается, а его дом разобран или вставлены новые замки и забиты двери. Суды не на стороне русских. Хотя там даже не обращают внимания на национальность, но для русских исключения не делают. Их также выгоняют из квартир. И даже в том случае, когда удается через суды вернуть эти квартиры, Абхазы их просто не отдают, угрожаясь смертельной расправой. Это та самая республика, которую мы поддерживали. И до сих пор выплачиваем транши, помощи. До 30 миллиардов доходится эта помощь, приходится. Это из нашего с вами кармана Абхазам выплачивают деньги, поскольку у них почти у всех русские паспорта есть. Но там притесняют наших. И сейчас принят закон, который запрещает принимать в суды заявления людей, у которых отбирают квартиры и отбирают дома. Не исполняются уже принятые решения судов. Люди по 13-15 лет не могут войти в свою квартиру, но оплачивают ее, опять же потому, что судом признано, что она принадлежит этому человеку. То есть они платят за квартиру, в которой они живут, над ними и издеваются. И это та самая республика, которой мы помогали. Так вот стоит вопрос, а нужны ли нам такие друзья? Надо ли нам и дальше заниматься помощью? Сейчас Таджикистану собираются помогать, и будут строить, построить заводы и создать рабочие места. Чем отплатит эта республика? Какой дружбой, какой ценой нам придется расплачиваться за эту помощь? Вопросов очень много. Мы продолжаем наш митинг. И напомню, еще 3 декабря будет съезд, второй съезд нашей партии. Так что кому интересно, ищите нас в интернете. А мы продолжаем нашу с вами встречу. И сейчас я приглашаю Веру Григорьевну Кокурину. Она расплавляет группу.